Приветствую вас. Ну, как мне видится, ваша проблема заключается в том, что вы, откровенно говоря, готовы на всё, лишь бы не убирать, да, лишь бы не заниматься хозяйственными какими-то делами по той причине, что они вам глубоко неприятны. Вот ваши хозяйственные дела вам глубоко неприятны. И вопрос заключается в том, на самом деле, почему вам так неприятны эти дела? Да, ведь в них нет ничего необычного, в них нет ничего странного, в них нет даже аномального. В них нет. Ну, ладно, оно неприятно, значит, кто-то, кто-то вам внушил с детства отращение к уборке. Я полагаю, что вся проблема именно в этом. Кто-то внушил вам отвращение к уборке. И всё. Нужно понять, кто именно и почему. Скорее всего, я так полагаю, подозреваю, что здесь мы имеем дело с вашей мамой, ну, вашими детско-родительскими отношениями, скажем так, вот, мы имеем дело здесь с вашими детско-родительскими отношениями, вот, которые, по всей видимости, складывались таким образом, так складывались, что вы возненавидели уборку. Ну, как бы вот, ну, домашнюю уборку, вот, уборку, значит, по дому. Вот, вы это всё возненавидели. И мама, скорее всего, она требовала от вас это делать. Ну, если не постоянно, то очень часто и гораздо вообще чаще, чем вам этого хотелось. Гораздо чаще, чем это было бы, ну, может быть, актуально, оптимально для вас. И вот именно отсюда у вас и возникла такая вот отображающая история по отношению к уборке. Это нужно просто-напросто найти, вот, это нужно проработать, вот, установки нужно корректировать, вот. И я думаю, что тогда вам будет гораздо проще, гораздо легче её делать. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что сейчас на данный момент вы не в состоянии, заниматься уборкой, потому что она вам противна. И я вас в общем и целом понимаю, достаточно хорошо понимаю вас по уму. Ну, и вы, пожалуйста, тоже попарайтесь понять, что само по себе это не уйдёт и что-то с этим нужно делать. Другое дело, что у вас из-за, ну, по той причине, что вы не убираете, да, у вас из-за этого страдает, страдает дочь, ребёнок. Ребёнок страдает именно из-за того, что вы ссоритесь с своим мужчиной, вот. И здесь, конечно, можно говорить о том, насколько вы себя адекватно вообще ставите по отношению к дочерям. Насколько адекватно себя ставите по отношению к мужчине, например. Вот. Это тоже очень и очень важный момент. Без понимания этого, без повышения своей самооценки, я боюсь, что ничего не получится у вас, потому что вы так и будете всегда, как бы, ну, ожидать какого-то негатива, жуткого негатива. От, скажем так, от своего мужа, естественно, и от уборки. То есть, начать я рекомендую вам в детских родительских отношениях, как, где, чего, чего у вас там, как, где, чего и почему у вас там проблемы вообще возникли. Да, то есть, вот. Почему проблема вообще возникла у вас с этим? Как, так, так получилось, возникла такая проблема? Это вот все важные аспекты, которые нужно в любом случае вам разбирать. Они важны, они очень важны. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, вы могли бы сделать, ну, какой-то такой вывод для себя относительно того, что вам делать дальше, что бы вы могли сделать дальше. Вот. Может быть, конечно, такая история, что вы просто не приспособлены к уборке там, к чему-то такому. Но, если честно, я не думаю, что это так, вот, если честно. Ну, я думаю, что у вас просто выработало отношение к этому. Особенно, если это как-то вот было, знаете, закреплено на неком таком ассоциативном уровне, да, на неком таком уровне ассоциаций, вот, то я полагаю, что, да. То есть, что-то в уборку и вас, вот, вот, верно. Либо вам сказали, что вы, ну, когда-то вот там говорили, что вы вообще ничего не можете, да, то есть, постоянно давили на вас и требовали делать то, что нужно. Либо, наоборот, просто не позволяли вам вообще убирать ничего, да, и любую инициативу на корню просто рубить. В любом случае это плюс отношение с мужем, почему он позволяет на себя, позволяет себе на вас орать, и почему у вас нет между, почему у вас, почему у вас между вами, между вами лично и мужем нет взаимопонимания по этим вопросам. Здесь и ваша модель женского поведения имеет значение, здесь и ваше отношение к себе имеет значение, то есть, почему вы так вот к себе относитесь, из-за чего вы так к себе относитесь. Что касается того, что вы не правы, когда, ну, вы говорите, да, что, возможно, я не права, что обращаюсь по такому поводу, а здесь я вынужден заметить, в свою очередь, что можно мощно вести речь о том, что вы, вероятно, в себе не уверены, вы, вероятно, в себе как-то вот сомневаетесь, и если это так, то с этим, опять же, нужно работать, потому что, иначе это вам очень сильно может подпортить жизнь, вот, именно из-за того, что вы сами себя не принимая, вы сами себя до конца не принимая и, соответственно, до конца себе чего-то не позволяя, провокируйте таким образом уже своего мужа на то, чтобы он так себя с вами вел. И естественно, потом от этого хуже и плохо от этого, а потом и вас, и хуже и плохо от этого, естественно, и вашему ребенку тоже. Вот. Поэтому здесь, я думаю, эти моменты нужно обязательно проработать. Вот. Также я хотел бы узнать, как часто вы себя зажимаете, как часто вы не позволяете себе чувствовать, не позволяете себе хотеть, не позволяете себе желать, не позволяете себе мечтать и так далее. Вот. То есть это тоже такой очень важный момент. Ну а то, что вы хотите изучать какие-то вещи, да, ну, то есть я имею в виду какую-то информацию и так далее. Я полагаю, что в этом нет ничего плохого, но нужно использовать это не как, знаете, средство для побега от работы, а это нужно использовать все-таки как самобытный мотив. Возможно, вам нужна поддержка. Возможно, вам нужна вера в себя, в свои силы и так далее. Как вы, насколько вы осознаете вообще свою жизнь и людей рядом с вами. Об этом я тоже предложил бы вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «возврат помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи вам. Спасибо.